Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Михаил Журавский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Новые случаи коронавируса. 5 в Севастополе, 10 в Крыму. Всего на полуострове 98 зараженных. Пост контроля в селе Верхнесадовое перенесли. Объехать его по проселочным дорогам со стороны Бахчисарая теперь не получится. Владельцы аптек и продуктовых магазинов в Севастополе не платят по счетам за свет, прикрываясь ограничительными мерами. Реконструкция Большой Морской завершена. Глава города оценил качество выполненных работ и проанонсировал еще один крупный ремонт в центре. В Севастополе выявлено 5 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, двое из них это бывшие пациенты больницы имени Даши Севастопольской, переведенные на лечение в городскую больницу номер 9. Еще два подтвердившихся случая предмет особой обеспокоенности, признался временно исполняющий обязанности губернатора. Это строители, работающие на военных объектах. Один из них на площадке, где возводится модульный медицинский центр Министерства обороны в районе бухты Круглой. Необходимо отметить, что перед отправкой вот этой группы, это вахтовики прежде всего сюда, к нам в Севастополь, значит, больше недели назад, значит, они все проходили двойное тестирование и ни у кого коронавирус не проявлялся. Поэтому сейчас проводится вместе с главным санитарным врачом флота, главным санитарным врачом Севастополя, педагогическое расследование. Не исключено, что этот вирус, соответственно, военный строитель получил уже здесь, в Севастополе. Рабочий, диагноз которого уже подтвержден, жил в одном из севастопольских хостелов на улице Отрадной. Всего там остановились 60 человек со стройки военного модульного госпиталя, 13 из них находились в одной комнате с зараженным. В инфекционную больницу доставили четверых, один с подтвержденным диагнозом, трое с признаками ОРВИ. Сейчас весь коллектив стройки переводят в режим обсервации. Прямо на территории объекта будет развернут палаточный лагерь. Этот случай опасен тем, что на объекте работает около 700 человек. Более 200 из них – севастопольцы, которые каждый день возвращались домой к своим семьям. Мы все-таки им предложили не в обсерваторе самоизолироваться, не дома, что фактически очень сложно сделать. А остаться тоже на стройке в этом палаточном лагере, продолжать работу. Во-первых, они будут дальше зарабатывать деньги, во-вторых, объект будет строиться. Ну и в-третьих, они не подвергнут своих родных и близких риску заражения. Еще один заболевший военный строитель работал на территории аэропорта Бельбек. Там трудится и живет около 80 человек. Эту площадку также на две недели переводят в режим обсервации. После того, как в Севастополе заработала лаборатория по тестированию на коронавирус, в городе начались обследования медиков. Одна из медсестер инфекционной больницы ранее почувствовала недомогание. Сейчас ее диагноз уже подтвержден. Это пятый новый случай. Мой принято решение, что уже буквально с сегодняшнего дня по желанию, то есть не одномоментно, но тем не менее все врачи и весь медицинский персонал инфекционного госпиталя будут же не по желанию, но мы им это рекомендуем. В принципе, понимание у них есть, потому что все люди разумные, чтобы они все-таки возвращались не домой после рабочей смены, а в гостиницу, которая будет оплачена за счет бюджета, с питанием, чтобы вот этот пока период идет, тем более вы видите, какая ситуация, как она нарастает, чтобы врачи могли, ну все-таки отдельно, гостиницы все закрыты. Вот одну из них мы сейчас выберем и, соответственно, сделаем это местом отдыха наших врачей инфекционной больницы. Эта ситуация будет нарастать. Соответственно, также и поступим с больницей девятой, которая у нас тоже заточена под инфекционную, под работу с ковидом. Таким образом, по состоянию на 25 апреля в Севастополе зафиксирован 31 случай заражения коронавирусом. Шесть человек выздоровели и выписаны из инфекционной больницы. Кроме того, Михаил Развожаев сообщил, что режим самоизоляции, вероятнее всего, будет продлен на период майских праздников. Однако временно исполняющий обязанности губернатора не отказывается от планов ослабить некоторые ограничения в работе малого и среднего бизнеса. Подробные варианты чиновники обсудят на заседании правительства в понедельник. Просто надо научиться жить городу в условиях коронавируса, соблюдать правила безопасности, безнадобности, все-таки не покидать квартиры, масочный режим, дезинфекция, все с этим связано. Ну и, конечно же, жесточайший контроль на блокпостав. В Крыму зафиксировано еще 10 случаев заражения коронавирусом. Об этом на заседании оперативного штаба 25 апреля сообщил глава республики Сергей Аксенов. Это максимальный суточный прирост за весь период наблюдения. Один человек – это лифтер Красногвардейской больницы, значит, один пациент Сакской больницы, который там находился. Два врача, к сожалению, заразились в железнодорожной больнице, причем в чистой зоне находились. Женщина из Белогорска, значит, которая тоже была пациентом Красногвардейской больницы. Один очаг – Джанкойский район, это старый очаг, уже выявленный семейный. И четыре человека – это семейный очаг старый, Сакский район. Симферопольская клиническая больница, бывшая железнодорожная, с пятницы на 14 дней превращена в обсерватор. Прием новых пациентов приостановлен. На момент принятия решения в медучреждении находилось 28 пациентов и 87 сотрудников, уточнила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. В зоне риска оказались еще несколько медучреждений республики. Красногвардейская больница, где заболел лифтер. И Сакская, где положительный тест на вирус оказался у одного из пациентов. Сейчас там начато проведение педрасследования для установления возможного источника инфекции и круга контактных. По словам Натальи Пеньковской, у инфицированных медиков столичной больницы нет клинических проявлений заболевания. Они госпитализированы в Симферопольскую городскую клиническую больницу номер 7. Сложнее оказалась ситуация с пациенткой из Белогорска. Случай заболевания в городе Белогорске, но это же пациентка с пневмонией лежала в Красногвардейской ЦРБ в селе Восход. Но ситуация осложняется тем, что она работала санитаркой в приемном отделении РДКБ. А ее родная сестра, с которой она проживает, работает там в травматологическом ортопедическом отделении. Еще не хватало цепочки для себя ворачиваться. Там тоже начато проведение эпидемиологического расследования. Предварительное число контактов составило 70 человек, отметила Наталья Пеньковская. По состоянию на 25 апреля в Крыму 67 зараженных, из которых 29 человек выздоровели. Таким образом, количество случаев на полуострое приближается к сотне. На субботу их зафиксировано 98. Реконструкция Большой морской завершена. В субботу, 25 апреля, по центральной улице города прогулялся временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев. Он оценил качество работ и поделился с журналистами впечатлениями о масштабном ремонте. Основные работы по реконструкции Большой морской завершены. Рабочие доделывают последние штрихи, убирают мусор. Ремонт одной из центральных улиц Севастополя, а также на площадях Лазарева и Ушакова, которые она соединяет, начался в октябре 2019 года. По соглашению о сотрудничестве между властями Москвы и Севастополя. Завершить работы планировали до конца апреля. С задачей справились. Ремонт обошелся в 2 миллиарда рублей. Большая морская закончена. Все основные работы завершены. К сожалению, если бы не было сейчас карантина коронавирусного, мы бы вместе с членами общественного совета Севастополя провели бы какое-то мероприятие. Уже бы, конечно, все помыли, почистили к этой времени. Но сейчас такой задачи нет. Есть задача спокойно доделать то, что делают реставраторы. Это, как вы видите, те вещи, которые мы придумали во время вместе с членами общественного совета. Прямо в ходе реконструкции заменили гранит на энкерманский камень. Михаил Развожаев остался недоволен новым асфальтом, уложенным в некоторых местах. Глава города попросил провести дополнительную экспертизу. Если она выявит отклонение от ГОСТа, в покрытие уложат заново. Михаил Развожаев пообещал, что специалисты также изучат жалобы водителей на новую разметку и месторасположение светофоров. Я знаю, что в каких-то нескольких местах сделали не так, как обсуждали. Значит, сейчас это будем переделывать. Что-то уже поправили, что-то будет доделываться. Михаил Развожаев рассказал, что фасады на Большой морской тоже отремонтируют, но позже. Денег в бюджете города на эти цели пока нет. Вероятно, работы профинансирует также правительство Москвы. Мы постепенно их будем делать по мере поступления средств. Это очевидно. Проекты эти уже есть. Ну и тут еще, конечно, большую роль будет играть принятие правил благоустройства. И это непростая задача, которую мы вместе, конечно же, с общественниками, с депутатами должны будем решить. Потому что, как вы понимаете, половина успеха реставрации фасадов – это приведение их внешнего вида к историческому облику. На Большой морской заменили дорожное покрытие, очистили и отреставрировали арки, фигурные заборы и малые архитектурные формы. Заменили инженерные сети и высадили деревья. На новых опорах освещения теперь нет привычной паутины проводов. Сотни километров линий наружного освещения, связи и интернета ушли под землю. Нету ничего теперь вот этих распорок, которые были вбиты прямо в фасады исторических домов. То есть перспектива и пространство улицы совершенно поменялось. Архитектурные шары устанавливают на исторические места. Светофоры и фонтаны уже работают. Сухой фонтан у гостиницы «Украина» оснащен музыкальной подсветкой. На улице все еще остается спецтехника и строительные городки. Их уберут в ближайшее время, когда завершат отдельные элементы благоустройства. Севастопольцы надеются, что в список объектов, которые доработают, попадут и лестницы около кинотеатра «Победа», которые вызвали вопросы у многих горожан. К любимому месту отдыха ведут три марша. Правда, все они разной длины. По-разному выдаются на пешеходную зону и парапеты. Но тротуарная плитка около лестниц уже уложена. И пока исправлением сомнительной конструкции никто не занимается. В целом Михаил Развожаев остался доволен качеством благоустройства. По его словам, улица заметно преобразилась. Я очень доволен новым видом, просто новым воздухом на улице, новой зеленью на улице. Мне кажется, новыми местами, которые есть и для малышей, как бы все равно какие-то появились. Здесь, естественно, и строгость классицизма сохранилась. И, в общем-то, есть элементы современной городской архитектуры, которые и в МАФах, и в тех же телефонных будках современных и так далее. Мне кажется, здесь глазу каждого поколения жителей нашего города будет где найти для себя место любимое и провести время на Большой морской. Михаил Развожаев подчеркнул, что в порядок привели места, где много лет не ступала нога севастопольца. Облагородили пространство за драматическим театром имени Лавренева и Центральной библиотекой имени Толстого. Марина Иванова, Дмитрий Лелека, Дмитрий Фомин, Севинформбюро. Реконструкция Большой морской и двух площадей. Лазарева и Ушакова в историческом центре. Есть, конечно, понимание, что все-таки главное кольцо города надо закончить. Поэтому я буду предлагать и просить наших коллег, правительства Москвы, ту команду, которая делала Большую морскую, продолжить работу, перейти на улицу Ленина, чтобы ее сделать в таком же качестве, как Большую морскую. Конечно, этому будет предшествовать также архитектурное решение, обсуждение. Теперь мы уже научились это делать. Начнем обсуждать с самого начала все нюансы. Стоимость нового проекта глава города не озвучил, пообещав раскрыть подробности в скором времени. Пока известен только источник финансирования, деньги будут выделены правительством Москвы. Мне кажется, это правильно все-таки закончить центральное кольцо, потом уже переходить к каким-то другим элементам благоустройства. Кроме того, что мы попутно делаем по другим программам, в том числе и национальному проекту по благоустройству парков и скверов и так далее. Ну вот это наша совместная работа с правительством Москвы. Здесь, конечно, отдельная благодарность Сергею Семеновичу Собянину. Вот в это непростое время, которое сейчас Москва переживает, он все равно не забывает о Севастополе. И мы вот эти рабочие вопросы в том числе и с ним обсуждаем. Один из пунктов контроля на въезд в город в селе Верхнесадовое перенесли. Объехать его по проселочным дорогам из Бахчисарая больше не получится. Жители Севастополя и близлежащих поселков, у которых нет специального разрешения, пользовались этими путями, чтобы попасть в город или выехать незамеченными сотрудниками полиции и врачами. Теперь измерять температуру и показывать документы придется всем. Новый пункт контроля на въезде из города установили на 44-м километре трассы Симферополь-Севастополь в селе Верхнесадовое. Здесь же он располагался в 2014 году во время русской весны. Теперь этот блокпост невозможно объехать по ближайшим проселочным дорогам. Этот пункт и так считался одним из самых загруженных, а теперь машин стало еще больше. Очередь из автомобиля тянется на несколько километров. Днем автомобилисты вынуждены ждать проверки по 2-3 часа. Утром и вечером, когда загруженность возрастает, еще дольше. Скажите, долго ждали в очереди? Ну, часа 2-10 минут где-то. Два с лишним, да. Я засек время. Как считаете, оправданы такие меры? Ну, я не знаю. Может быть, оправданы, но это очень долго, да. В следующий раз, честно говоря, мне сюда не захочется ехать уже. Как долго в своей очереди ждали? 62, наверное. Так, кстати, оправданно? Нужно вот такой пропускной режим? Нужен, но можно было бы ускориться. Водители необходимость пропускного режима понимают. Однако с каждым днем на улице становится все теплее, а пребывание в очереди томительнее. Погодные условия влияют и на саму проверку. Инфракрасные термометры, которые используют медработники на блокпостах, позволяют измерить температуру тела за несколько секунд, но имеют довольно большую погрешность – 4 градуса. Достаточно проехаться в машине под кондиционером или постоять в тени, и температура кожи окажется ниже нормы. Давайте попробуем мне измерить температуру. Вдруг у меня тоже повышенная. Так, что покажет нам градусник? 31,3, не 36,6. Почему так? Он не слишком точный? Потому что градусник показывает верхние слои кожи. У нас с перепадом температуры, если вдруг холодно, он показывает пониже, но если вдруг очень тепло, он нам завышает. Как-то перепроверяете результаты? Да, обычным штутным термометром. То есть, если показала завышенная, друзья, вас просто перепроверят еще раз с настоящим обычным термометром, который покажет уже точные значения. Медработники дежурят на пунктах пропуска почти месяц – 31 марта, и уже научились учитывать различные условия. Если температура водителя отклоняется от привычных средних значений, ее перепроверяют с помощью ртутного градусника, рассказывают врачи. По статистике, повышенная температура ежедневно обнаруживается у порядка пяти человек. При сопутствующих симптомах их госпитализируют. Если уже обычный ртутный градусник показывает повышенную температуру тела, собирается полностью анамнез, оценивается состояние пациента, происходит обследование, собираем жалобы, и тогда уже принимаем решение. Либо это госпитализация пациента по профилю, какие жалобы по тяжести состояния, либо рекомендуем режим самоизоляции, вызываем участкового терапевта. Обязательно все данные передаем в Роспотребнадзор. Таким людям на дом приходят с патронажем, меряют температуру каждый день, берут анализы. Все под наблюдением. Кроме того, врачи оценивают состояние автомобилистов визуально и проводят опрос. Медики, водители и пассажиров просят отвечать максимально честно. «Жалобы на состояние здоровья нет?» «Это шикарное состояние здоровья». «Термометрия вы проверяете, не проверяете? Высокая? Нет?» «Это же и не заморачивался». «Не меряете, да?» «Жалобы на здоровье нет? Кашель, насморк, температура?» «Да нет». Всего в окрестностях Севастополя шесть точек контроля. В селах Вишневая, Верхнесадовая, Андреевка, Гончарная, а также в районе Байдарских ворот и мыса Айян. Помимо врачей и скорой помощи, туда брошены силы и других медицинских работников города. Например, в Вишнево можно встретить медсестру спортшколы одного из ближайших сел. «У нас есть сотрудники медицинских учреждений, которые к нам устроились на работу. У нас есть вакантные должности. Именно те сотрудники, которые могут только осуществлять эту термометрию и плюс оказывать, грубо говоря, расценивать ситуацию. Они никто не работают у нас номером один, они все работают номером два. И непосредственно, если будет осуществлена эвакуация с блокпоста, решение будет принимать непосредственно фельдшер скорой помощи, который присутствует на блокпосту. По словам Татьяны Стульбы, все сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обеспечены средствами индивидуальной защиты. Более того, сейчас есть запас на два месяца вперед. София Драговос, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Севастопольские предприниматели, чья деятельность не прекращалась на время карантина, уклоняются от уплаты долгов за электричество. Об этом рассказали все в энергосбыте. По словам представителей ресурсоснабжающей организации, у некоторых юридических лиц задолженность копится с февраля 2020-го, когда в городе еще не были введены никакие ограничения по работе. Энергетики говорят, что не раз сообщали предпринимателям о необходимости погасить долги. Но бизнесмены эти предупреждения игнорируют. С 28 марта в городе введен режим повышенной готовности. На время карантина в Севастополе действуют лишь те предприятия и организации, которые поддерживают жизнеспособность города и обеспечивают жителей товарами первой необходимости. В списке предпринимателей, кого не коснулись ограничительные меры по работе, владельцы продуктовых магазинов и аптек. Продолжая свою деятельность в полном объеме, бизнесмены накопили существенные долги за электроэнергию, рассказывают представители компании «Севэнергосбыт». Приведем пример. ИП «Изотова ЛВ» – предприниматель, который владеет целым рядом нежилых помещений. Это офисы, это торговые комплексы, это медицинский центр, это масса аптек. Практически все они сегодня работают. Специалисты компании «Севэнергосбыт» регулярно обзванивают должников и призывают их погасить накопленные долги за электроэнергию. Работники ресурсоснабжающей организации предоставили нашему телеканалу запись разговора с одним из таких должников. У нас заключен договор с ИП «Изотовой». Сумма задолженности на вашем лицевом счете до настоящего времени не погашена, в том числе за февраль месяц. В чем причина, пожалуйста, назовите? А за февраль должны были? Нет за февраль никакой оплаты. На сегодняшний день сумма задолженности в феврале – март. Март. Вчера срок наступил оплаты. 742 тысячи у вас. Предприятие работает. Слишком много. Это не так уж сильно работает. У вас аптеки, торгово-офисные помещения. У вас все работает. С момента разговора прошла неделя, но специалисты говорят, что долг предприятия так и не погасило. Аптеки по-прежнему работают. И в торговых помещениях, расположенных по улице Героев Сталинграда, обслуживают покупателей. Представители компании «Севэнергосбыт» решили проверить уровень потребления энергии предпринимателям. Вот показывается ампер, ампераж напряжения, что идет только пропускная способность по кабельной линии. Ну, потребители изводов. Учетчики отмечают, что показатели не снизились, что говорит о полноценном потреблении ресурса. На сегодняшний день долг предприятия составляет почти 900 тысяч. Все в «Энергосбыте» говорят, что таких предпринимателей, которые списывают свою безответственность на ограничительные меры, введенные в городе на период карантина, много. Например, ИП «Остапинка». Это тоже аптека, которая, в свою очередь, имеет сумму задолженности, не оплачивает за потребленную электроэнергию. Предприятие «СП Новинка», которое осуществляет стирку и химчистку белья. Еще одно юрлицо – это ООО «Дантес», это рынок на улице Борисова. Все эти предприятия работают за электроэнергию, не оплачивают. Ограничительные меры, введенные в Севастополе для нераспространения коронавирусной инфекции, это не повод отложить на неопределенный срок расчеты за уже потребленные ресурсы. Да, сейчас сложный период. Для «Севергосбыта» он тоже непростой. Долги не списываются, а накапливаются, говорит Татьяна Меркулова. Она подчеркивает, своевременная оплата электроэнергии потребителями – это возможность для расчетов с генерирующими компаниями на оптовом энергорынке, а также сетевыми организациями. Это залог бесперебойной подачи энергоресурса населению, которые закупаются гарантирующим поставщиком в полном объеме. Севастопольцам бесплатно дезинфицируют автомобили. Такую услугу предоставляют на одной из автомоек нашего города. Индивидуальный предприниматель Роман Рынжук решил поддержать севастопольцев в период угрозы распространения опасной инфекции. Продезинфицировать машину может любой желающий, в частности те, кто регулярно перевозит людей, которые входят в группу риска. К нам машины каждый день приезжают. Эффективность процентов 90 мы обрабатываем, и машины уезжают водители спокойно. Мы обрабатываем вообще всех желающих. Эта процедура бесплатна и для волонтеров, и для машин города, и просто для частных лиц. Чем больше вы возите людей, которые подвержены, тем чаще надо обрабатывать. Есть машины, которые у нас обрабатываются два раза в день. Это машины, которые возят вирусологов, докторов, волонтеров. Это людей, которые могут быть подвержены. Машины полиции тоже к нам приезжают очень часто. Машины диспетчерской службы, ну, очень много служб города, которые у нас сейчас обрабатываются. Принцип санобработки простой. Перед тем, как приступить к работе, специалисты надевают защитные костюмы. Затем помещают в салон машины распылитель с дезинфектором. Состав под большим давлением подается в салон автомобиля в форме тумана, обволакивает полностью весь салон. Десять минут машина работает, она сама себя чистит, и потом машина чистая, выезжает уже дальше на линию. Полностью, во всю систему воздуховода, да, остатки состава остаются на воздушном фильтре, и оно дальше, машина едет и сама себя чистит. Девяносто первый субботник движения Севсвалки.нет прошел в условиях карантина. Общественники продолжают поддерживать чистоту в нашем городе. Чтобы не нарушать режим всеобщей самоизоляции, активисты выбрали места недалеко от дома. Четыре локации в разных районах Севастополя добровольцы очищали от бытового мусора. Вооружившись мусорными пакетами, перчатками и по традиции хорошим настроением, активисты общественной организации Севсвалки.нет вышли на субботник. В условиях режима повышенной готовности к стандартной экипировке общественников добавили защитные маски. Чтобы не стать нарушителями правил самоизоляции, локации для уборки выбирали в радиусе 100 метров от места жительства. На самом деле это первый у нас такой опыт, так получилось. Насколько мне известно, сейчас по городу подтвержденных четыре точки убирают точно. В разных частях города. Это в районе улицы Карантинной, Дикая Мега и не помню еще где-то. Вот мы за 40 минут собрали раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть мышков мусора. Куратор проекта говорит, что зеленая зона в районе улицы Академика Крылова – городская территория. Но, судя по количеству мусора, за чистотой тут не следят. Мы стараемся убирать в тех местах, которые принадлежат городу. Если посмотрите, то улица достаточно чистая. Но, как только мы смотрим за парапет, мусора там достаточно большое количество. Мы уже проводили однажды здесь субботник, но, как видите, мусора здесь прибавляется. И в тот раз мы тоже убрали, конечно же, не все. Общественники сетуют, несмотря на введенный режим самоизоляции, мусора на городских территориях меньше не становится. Сам город, он чистый. Достаточно зайти в какой-то переулок. Вы заходите за дом, вы заходите в переулок и тут же вы видите развалы мусора. Потому что дворники, да, они хорошо работают. У нас, например, замечательный человек, женщина убирает каждый день, даже сейчас. Но, как вы видите, здесь, например, в них руки не доходят. Либо, возможно, это не входит в зону их ответственности. Поэтому я не знаю. Повлиял. Еще хуже стало. Хуже стало? А почему, как думаете? Я не знаю, с чем это связано. Возможно, может быть, с тем, что раньше люди поработали, вернулись домой и мусорят дома. У себя в мусорный пакет. А сейчас очень многие по вечерам могут выйти, просто выпили бутылку, неважно чего, это алкоголь или просто минералка, и просто выбрасывают в сторону. Активисты заявляют, что общими усилиями продолжат постепенно убирать засоренные места в городе. Они постараются разделить городскую территорию так, чтобы, не нарушая режим самоизоляции, не выходя за пределы 100 метров от дома, очистить ближайшие переулки и дворы. Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, Севенформбюро. Сними видеоролик о том, как в условиях самоизоляции не падать духом и поддерживать себя в форме, а взамен получить ценный приз. В Севастополе проходит конкурс «Тренируйся дома. Спорт. Норма жизни». Эта всероссийская акция призвана поддержать и объединить всех спортсменов, которые из-за введенных ограничений остаются дома и не могут тренироваться в привычном для себя режиме. Конкурс проходит с 10 по 30 апреля. Участников не ограничивают. Каждый может придумать свой креативный подход к домашним занятиям спортом. Кто-то разрабатывает отдельные виды тренировок, кто-то берет за основу какие-то уже отработанные тренировки. И вот на данный момент у нас в двух соцсетях ВКонтакте и Инстаграме уже более 300 видеороликов. Основной критерий – должны быть ролик минимум 3 минуты, не менее 3 минут. Обязательно три хэштега «Спорт Севастополя», «Тренируйся дома» и «Оставайся дома». Присылать видеоролики можно как в группы спортивных школ и секций Севастополя, так и размещать их на личных страницах в социальных сетях. Кто больше наберет лайков, кто больше наберет просмотров, будет комиссия смотреть. У нас есть три приза, которые потом мы после 30 апреля выберем дату, когда уже все будет введен режим самоизоляции, мы будем награждать трех лучших видеороликов. За первое место у нас приз велотренажер профессиональный, второе место – это универсальный тренажер, который разрабатывает очень большое количество мышц. И третье – это у нас шведская стенка универсальная, которую тоже можно будет закрепить в любом помещении, тренироваться, продолжать дальше. Для тех, кто не имеет возможности посмотреть видеоролики в социальных сетях и найти инструкцию выполнения упражнений в интернете, но хочет поддерживать себя в форме в условиях самоизоляции, организаторы конкурса разрабатывают специальную методичку. Такая листовка, где будут как раз основные виды упражнений, которые как раз на группы мышц, которые необходимы, чтобы поддерживать себя в хорошем физическом состоянии. Афиша для возрастной группы, наверное, больше 45 лет, где эта афиша будет распространяться по почтовым ящикам, и каждый желающий может, согласно этой афише, у себя дома, грубо говоря, смотря афишу, заниматься также спортом. И в завершении выпуска о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье 26 апреля в городе ожидается переменная облачность, днем возможен небольшой дождь. Ветер западный от 9 до 14 метров в секунду, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 10 детей, 7 мальчиков и 3 девочки. На сегодня это все. Телефон редакции 59-00-60, а также мобильный, плюс 7-978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfistv.com. Оставайтесь дома, ждите новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин